В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфраид Валяхметов. Здравствуйте! 2049 центров «Точка роста» открылись по всей стране 24 сентября. Это центры гуманитарного и цифрового профиля в рамках проекта «Современная школа», который в свою очередь входит в национальный проект образования. В нашем районе эти центры заработали в двух сельских школах. В Байгузино уже в полдень школа ждала гостей на торжественную церемонию открытия центра. Коллектив школы сделал косметический ремонт в единой брендовой стилистике точек роста. Красный, серый, белый с применением символики центра «Ростка». Региональный проект «Современная школа» нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими поселковыми школами. На протяжении шести лет реализации проекта с нарастающими показателями будут внедряться новые проектные подходы в управление образовательной деятельностью, видеоизменятся образовательные программы, ориентируясь на модульный вектор. В точках роста ребята будут осваивать технологию, информатику и ОБЖ на современном учебном оборудовании. Также на базе создаваемых центров реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно научного, технического и гуманитарного профилей. Центр роста открылся и в Ямодинской школе. Проект будет идти до 2024 года. С 2021 года их должны открывать в городских школах. Для этого школы оснащаются необходимым оборудованием. Цена его порядка миллиона шестисот тысяч рублей. Данное оборудование ребятами может быть использовано как в рамках урочной деятельности, внеурочной деятельности, а также кружковой работы. В каждой школе дополнительно выделено по одной ставке педагога дополнительного образования. Надеемся на то, что все это вместе поможет для развития детей, для реализации их творческого потенциала, для развития проектного мышления и так далее. В конце сентября воспитатели детских садов празднуют свой профессиональный праздник. Заведующая детским садом Зангари, деревника Имашабаш, Роза Позиулина, отмечает этот праздник вот уже 33 года. Именно столько лет прошло с тех пор, как открыли здание детского сада. В первый год, как вспоминает заведующая, было всего 36 детей. Садик открывала сама. Приехала молодым специалистом, но по профессии не работала. Сразу мне председатель совета, председатель колхоза предложил на заведование. Ну, я согласилась. Детей, конечно, в деревне было очень много. Была одна группа, но мы все вмещались. Работали также. Один воспитатель, я, повар. Ну и все. Было интересно. Ну, конечно, не так комфортно, как сейчас. Сейчас у нас все есть. И туалет теплый, и вода теплая, как вы вот говорите. Все-все. И красивый садик стал. Мне нравится. Вот 33 года я проработала. Два года тому назад я вышла на пенсию. Ну, я еще хочу работать. Наши дети, которых мы выпустили, они уже своих детей к нам приводят. Им нравится. Они любят. Они сами нам помогают. Праздники мы с ними вместе устраиваем. У Малани, у старушки, живем маленькая избушка. Семь сыновей, все без бровей, все говорим. Вот с такими ушами, вот с такими глазами, вот с такой головой, вот с такой бородой. Сегодня в этот детский сад записано более 20 детей. Их воспитанием занимается Лариса Меншарапова. Медика по образованию пригласили на работу 22 года назад. С тех пор Лариса Витальевна никуда не уходила. С любовью относится к своей работе и к деткам. Мальчики и девочки здесь учатся дружить, играть в коллективе, правильно вести себя в обществе, быть самостоятельными. Кушаемся, решаем и занятия делаем. Нравится, играем, кушаем. Сначала после школы я отучилась на медсестру. Потом, как сказать, здесь в деревне воспитательница была без образования. И пригласили меня сюда поработать. Вот так я начала работать здесь. Работу с 97 года. Страх был, конечно, в первые дни я никак не могла усыпить детей в тихий час. Няня приходила, усыпляла. Я прямо удивлялась, как это у вас получается. А потом сама уже тоже привыкла. Все, да. В колею вошла, научилась. Детский сад. Как вторая семья, наверное, уже получается. Вот сердце отдаю детям, получается. И семья участвует в этом, вся семья. Свои тоже сюда же в детский сад ходили. Вот дочка выросла. Она недавно говорила, я так ревновала к другим детям. Но я на самом деле всех детей люблю. Они, как сказать, быстрее в круг стоим, быстрее кто успеет за мою руку. Вот так бывает. Все по-разному относятся ко мне уж. По-своему все любят? По-своему все любят, ага. Я тоже самую. Раньше дети были спокойные, послушные. А сейчас больше гиперактивных детей, больше непослушных. Ну, со временем они ко всему привыкают, слушаются, конечно. Но здесь вот в последнее время гиперактивные дети спать не любят. Сейчас шустрые дети. Все они умеют, все знают они. Умные. Умные дети, умные. Не стесняются, не боятся. Выступают даже на утренниках. Они все хотят выступать. А раньше надо было помогать им, вот что-то подтолкнуть их. Уговаривать. Уговаривать нужно было. А сейчас они все артисты. Я очень люблю свою работу. Мне очень нравится работать с детьми, с ихними родителями. Без них тоже работа не ладится, без родителей. У нас в детском саду очень сплоченный коллектив. Мы друг другу помогаем везде и во всем. Везде выступаем. Рука об руку. И из года в год мы идем, работаем. Дети даже домой приходят, говорят. Вот, Лариса Витальевна так сказала, надо вот так делать. У них же это тоже второй дом, детский сад. Они же здесь больше. Они же дома только спят. Дети дружные. Вот, я тоже вот так думаю, что дети сейчас, они очень умные. И к ним немножко еще воспитатель. Плюс, все. Они у нас уходят в школу и благодарны учителя. У вас такие умные дети приходят к нам. Уже в первом классе нам нечего делать, да? Я говорю, да. Это ваши дети, которых мы немножко вот приучаем. И они это хорошенькие, отличники. И в школе им интересно. Они вот иногда заходят к нам. Мы хотим в садик спать. У нас здесь хорошо кормили, говорят они. В садик, в школе-то они нас кормят. Десять или раза. Мы хотим покушать здесь. Им нравится. Воспитательницу они любят и обожают. По наступлению утра им не терпится бежать в садик. Я сразу просыпаюсь, одеваю, переодеваю. И приходишь в садик? И приходишь в садик. Доброе. Красивое. Садовое. Пока на улице дождь, детки играют внутри помещения. Несмотря на маленький зал, дети умудряются гонять здесь даже на машинке. Главное не помещение, а то, как тебя принимают и понимают. А дети это чувствуют тонко. Их не обманешь. Наверное, каждый из нас, если его спросить про свое детство, первое, что вспомнит, это любимые куклы или машинки, веселые игры с друзьями, а также своего воспитателя в детском саду. Для очень многих она стала практически второй мамой. Такой считают своего воспитателя в детском саду номер 10. Людмила Колчина вот уже более 30 лет заботится и воспитывает маленькое поколение юнаульцев. Сейчас воспитатель занимается подготовительной группой. С радостью и гордостью отмечают успехи ребят. Каждое утро в распорядке дня воспитанников детского сада стоят занятия. На них они как развивают свою речь, так и познают окружающий мир. Как отмечают коллеги, за годы работы Людмила накопила огромный багаж знаний и с радостью делится накопленным опытом. Колчина Людмила Валентиновна – это наш ветеран. У нее уже 32 года педагогического стажа. Это педагог в самом высоком смысле этого слова. Вот есть писатели, которые пишут о детях, а есть детские писатели, которые пишут на языке детей. И вот Людмила Валентиновна, она умеет разговаривать на языке детей. Они ее очень хорошо понимают. Она их понимает. Понимает их проблемы. Помогает им справиться с трудностями, добиться каких-то результатов. Людмила Валентиновна никогда не проводит скучных родительских собраний. Все родительские собрания у нее в виде КВНов могут проходить, в виде дискуссионных клубов. Даже с детьми утренники, традиционные утренники проводят в виде вечеров, поэтических вечеров. Или это вечер у костра, либо это какой-то светский бал. Всегда какая-то есть изюминка в ее мероприятиях. Она в душе очень молодой педагог. Она всегда ищет какие-то новые технологии, интересные методы, приемы использует в работе. И вот это все помогает ей в работе с детьми и притягивает коллег. Я закончила Сарапульское федучилище. Немного погодя, Глазовский фединститут. 20 лет я проработала в Вежевске. Потом по семейным обстоятельствам вернулась обратно к себе на родину. Лет 10 работала в 7 детском саду. Тоже там мне нравилось. А потом перешла в 10 детский сад. И вот работаю до сих пор. Потому что считаю, что воспитатель это все-таки творческая профессия. Это надо всегда выходить из каких-то рамок, если хочешь чего-нибудь добиться. А дети, чем мне нравится, например, моя профессия, вот на протяжении всех лет, дети вот как цветы. Вот их вкладываешь, вкладываешь, думаешь, ну когда раскроется, ну когда. А потом раз, он раскрылся. И так это интересно. Думаешь, ну когда, ну когда это наступит, вот этот бутончик, ну когда. По крупицам вкладываешь. А потом раз, цветочек раскрылся. И так здорово это. Ребенок, он никогда не врет, он любит, он любит. Любит тебя любую, больную, немножечко, может быть, даже рассерженную. Они доверчивые очень, они никогда не обманут. И поэтому я иду в детский коллектив, наверное, больше от них я уже подпитываюсь, чем они от меня. Они такие, какие есть, они открытые. Понимаете, вот если в взрослом коллективе все равно мы можем польстить, где-то обкрутить, еще что-нибудь. А в детском это не пройдет. И как вы не будете изображать, что любите ребенка, он никогда вам не поверит. Если вы его по-настоящему не любите. А вот если любите, они очень преданные. Это самые преданные человечки. В этом учебном году дошколят стали знакомиться с баснями Крылова. Подробно объясняет значение и смысл каждой из них любимый воспитатель. Обучая, воспитывая и подготавливая к будущей школьной жизни, воспитатель навсегда остается важным человеком самого светлого периода жизни – детства. Гульнара Сиддикова, Айас Хабибуллин, служба новостей, Янаульского телевидения. Педагогический квест – игра под названием «Знатоки федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» прошла на территории детского сада «Колокольчик сегодня». Вначале воспитатели ознакомились с правилами и порядком прохождения этапов квеста. Представили друг другу свои визитки, после чего приступили к непосредственной практической части. Маршрут прохождения игры охватил всю территорию детского сада. На промежуточных станциях для участников были подготовлены различные задания, каждое из которых было направлено на знания современных образовательных технологий. В этот день воспитатели вновь повторили и закрепили имеющиеся знания в педагогике и просто интересно провели время. В нашем образовательном учреждении подобного рода мероприятие проводится не впервые. Проводили также педквест мы с детьми нашего дошкольного образования. В основном на этом мероприятии педагоги решают именно задачи, вопросы, касающиеся федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Да, они в итоге будут находить чемодан именно с документами стандарта. Педагоги, дошкольники сами, они очень творческие люди. И, конечно же, заявок было очень много. Сегодня у нас участвуют две команды. Определенное количество в одной команде и в другой. В мероприятии такого плана у нас планируются, потому что на сегодняшнее время это очень актуальная тема. Потому что это современная педагогическая технология. И это все на сегодня. Завтра в нашем вечернем эфире смотрите программу «Крупным планом». Речь пойдет об уважаемой жителями села Истяк Денире Гарифулиной. Я передаю слово своим коллегам. До новых встреч.